Нальчик, Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите. Вначале мы покажем премьеру телевизионного фильма «Прикосновения» о нашем знаменитом земляке, известном ученом-химике, политике и общественном деятеле Абдуллахе Микитаеве. А завершит эфир еще одна премьера телевизионного фильма Сергея Акупова «Была страна» о довоенной Сирии. Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. Человек всегда стремится к прекрасному, воображает себе эту красоту и рисует ее. Для него важно что-то необычное – космос, дно океана, лунный или волшебный камень, красивый цветок, наконец. «Одиссея», – сказал Гомер, «Мадонна», – сказал Рафаэль, «Мир вечен», – сказал Эйнштейн. Вечная человеческая истина. Люди делятся на лириков и физиков. О лириках слагать стихи и петь песни легче. Лирики – они и есть лирики. Вторая условная половина человечества – физики. Это все те, кто слагает цифры, выводит формулы, изобретает теоремы. Звездочеты? Нет, пожалуй, они могут быть и лириками. Звезды-то влюбленным кто-то дарит. Вот химики – это да, это вторая половина человечества. Об одном из знаменитых химиков мы попытаемся рассказать. Абдулах Микитаев – ученый-химик с большой буквы. В чем формула успеха людям, которые что-то достигли в этой жизни? Я думаю, эта формула в целом общая для всех. Которая состоит в том, что человек определенным образом, если одаренный природой, если он эту одаренность использует на 100% трудом, то есть если процентов 5-10 на эту одаренность положить, то процентов 90, я считаю, это труд, вложенный, приумноженный этой одаренностью. Род Микитаевых пришел в Кабарду из Лакии. Дагестанцы шутят – разрежь арбуз, и из него выскочит Лакец. Но если серьезно говорить об этих горцах, то именно они вели кровопролитную войну с царизмом. Они, Лакцы, разгромили завоевателя Надир Шаха. Это их дочь, Парту Патима, девушка-горянка, возглавила освободительную войну против нашествия Тамерлана. Маленький народ, но великий. Обращаясь друг к другу, Лакцы говорят – Адам-Ина, что в переводе означает – Адам, ты-то и есть первый человек на земле. Красиво, не правда ли? Вот из такого народа Микитаевы. Дед нашего героя Абдулла поселился в Верховьях Малки в Большой Кабарде в начале 20 века. Что его привело сюда? Теперь нам уже это не узнать, но место он выбрал лучшее на земле. Смотрите сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы видели что-либо прекрасное? Величавый Эльбрус, неприступные скалы, бурные водопады, цветочные поляны и Малка, мать рек Кабарды. Теперь понятно, почему здесь поселились Микитаевы. Я вырос в этой долине, в селе Немалка Зольского района Кабардино-Балкарской республики. Каждое утро, когда я шел в школу, я всегда перед собой видел вот эти белые снежные вершины. Особенно две головы были заметны. Я считал, как обиденное каждое утро видеть эти горы. Омоешь лицо Малкинской водой и почувствуешь себя в райских кущах. Переехав в село, семья быстро освоила язык, обычаи и культуру кабардинцев и была принята в Малкинское общество. Отец Абдуллаха Казбулат знал грамоту. Кроме кабардинского языка, хорошо владел арабским и русским. В многодетной семье Казбулата и Паштхан Микитаевых воспитывалось семеро детей, шесть братьев и сестра. Своего младшего сына, рожденного в такой красоте, Казбулат назвал Абдуллахом. Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Абдуллах с арабского означает раб Божий. А кто из нас не раб Божий? Кто такой посмеет сказать или подумать? Называя так сына, Казбулат желал видеть его гибким и упорным, отзывчивым, понимающим и в то же время твердым, отстаивающим свою точку зрения. Таким и получился Абдуллах. Вот и не верь теперь в то, что как назовешь корабль, так он и поплывет. Первое, что было в его памяти, это война. Я, родившись в 42-м году, не я застал немцев, немцы меня застали в Малке. Они в августе месяце 42-го года были в Малке, в Зольском районе, потом дальше продвигались. Мне тогда всего месяцев 5-6 было. Вокруг гибли люди, горели дома, уходили на фронт и часто не возвращались домой отцы, старшие братья, соседи. Вот и у Абдуллаха на войне погибли братья отца и матери, их племянники. Конечно, Абдуллах не помнит ни боев, ни поражений, ни победу. Он был лишь ребенком той войны. Но даже на очень долгой войне кто-то должен победить, кто-то должен остаться в живых. Победили наши. Немцы, которых я видел, это были пленные немцы, то, что в моей памяти. Это, наверное, 45-46, мне 3-4 года, они их заставляли. Восстанавливали мост через Малку, дороги делали, восстанавливали. И вот они выглядели, очень плачевный вид у них был. Вот у солдат, офицеров, пленных. Но, тем не менее, вот душа, не знаю, не только моя. И многие к ним уже с сочувствием относились, понимаете? Да, он был среди детей войны и всегда с почтением относился к ветеранам. С трепетом трогал глазами их боевые ордена и медали. Это осталось на всю жизнь. В центре Малки стоит памятник павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В начале января 1943 года воины 351-й стрелковой дивизии три дня вели кровопролитные бои у реки Малка. 10 января село было освобождено от врага ценой больших потерь. 884 советских воина захоронены на этом месте. Мы сегодня не могли не прийти к этому памятнику, так как вспоминаем о тех, благодаря которым мы так, можно сказать, счастливо сейчас живем. Живем в достатке, живем прекрасно. Есть возможность учиться, есть возможность работать, есть возможность постигать разные специальности. Раны пулевые и сердечные когда-то зарастают, особенно быстро у детей. Вот и Абдуллах вскоре с веселой ватагой ребятишек пошел в школу послевоенную. Не очень сытые годы, мамалыга, соленый сыр, сыворотка. И учебников не хватало, их просто не было. И тетради на редкий счет, даже перьев к ручкам не было. Не было и чернил, но была человеческая доброта и любовь. Это помогло выжить. С ранних лет, не знаю, где-то в душе зародилось быть впереди, быть быстрее. Я потихонечку в себя поверил, понимаете? Поверил, что я могу больше, чем другие ребята в классе. И вот результат. В 1959 году Абдуллах Микитаев окончил Малкинскую школу с серебряной медалью. Вспомним, что в имени Абдуллах есть такое «узнавать и познавать». Все верно? Он познавал и узнавал, и в итоге достиг своей цели. Первой цели в жизни. Еще в школе Абдуллах увлекся большой химией. Так случилось, что его заинтересовали полимеры. Случайно в библиотеке сельской нашей школы я парашюрку о полимерах, полимерах, парашюрку небольшую, не знаю, заметил, взял. И, как говорится, на один вдох прочитал, там страница 15-18 была, где рассказывалось о полимерах, пластмассах, новых материалах, как с помощью химии можно создавать материалы, которых нет в природе. Знаете, у меня внутри произошел какой-то резкий перелом. Я сказал про себя. Вот моя будущая специальность. После окончания школы юный Микитаев поступает в химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева. Вроде все на месте. Это первый раз, когда приехал в Москву поступать, я вот зашел отсюда. Вот эти стенды тогда об истории, они тогда были такими, как сейчас. И тут природная комиссия располагалась. Ох и нелегкое это было дело поступить в Менделеевский. Но он поступил и окончил вуз с отличием на год раньше срока. Небывалый случай. По мне преподавали прекраснейшие ученые. Каждый, кто мечтал лекции, по его книгам по всей стране учились. Понимаете, это были фундаментальные учебники, которые написали. Не просто там круг авторов собрался, оттуда что-то взяли. Это переваренные ими, поэтому они очень ценились. По этим ступеням прошла не одна тысяча студентов и преподавателей. Помнят они и Абдуллаха Микитаева. А вот и родная кафедра. С тех далеких пор многое изменилось. Правда, посеребрила голову седина у Абдуллаха и его друга, заведующего кафедрой, профессора Вячеслава Киреева. А в глазах прежний студенческий задор, когда речь идет о той поре. Вот Абдуллах Казбалович Микитаев. Большой вклад он внес в полимерную науку в нашей стране. Именно тем, что он зажал в такую большую научную школу. Он растет ученых, кандидатов в науку, докторов в науку. Друзья химики вспоминают и былые раны, которые они получали от хрупкой лабораторной посуды, после чего приходилось обращаться за помощью к хирургам. Меня предупредили, Ольга Валерьяновна, вот когда будете это делать, осторожно, мажьте глицерином и потихоньку, ни в коем случае не давите на стекло. Ну, я делаю, делаю, вставляю. Не проходит, думаю, надо посильнее. Она сломалась и мне вот тут разрезала. Хорошо тут, поликлиника рядом, быстро мне зашили. Пройдя по коридорам и аудиториям института, вспоминали профессоров и преподавателей, которые открыли им путь в большую науку. Интересовались успехами студентов и аспирантов, встречались с коллегами. А здесь, в актовом зале, перед высоким профессорским советом, они когда-то защищали кандидатские и докторские диссертации. И, конечно, просто необходимо поздороваться с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Как всегда, так сложилось по традиции. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Владимир еще раз встретится в родном Менделеевском институте. Менделеевский институт и стал в полном смысле слова звездой научного мира Кабардино-Балкарии. Здесь, в университете, уже пошла такая, как я сказал, отдача, бурная работа. Молодежь в это время очень тянулась в знаниях, в науке. И несмотря на то, что когда я приехал, в университете не было ни лабораторий, ни химикатов, ни оборудования, ни специалистов, а только открыли химическое отделение. Я начал им специализацию преподавать по полимерам. Тогда мой возраст и возраст ребят, которые учились на старших курсах химиков, близкие, ровесники, я с ними общался вот как с ровесниками. Среди студентов и аспирантов он нашел соратников и единомышленников, которых увлек своими научными идеями. Когда в 1969 году в университет вернулся Абдулла Казбалатович Микитаев, защитив кандидатскую диссертацию, на химическом факультете не было ни одного химика, который бы занимался полимерами. И потихонечку выпускники химического факультета оставались после окончания работать в лабораториях, заниматься наукой под руководством профессора Микитаева. Руководство университета пошло на то, что был открытый институт высокомолекулярных соединений, в котором через два года уже работало более ста человек. Абдуллах резко вошел в химию полимерных соединений. Он оказался одним из выдающихся людей, химиков, которые смогли отечественную науку, особенно химио-высокомолекулярных соединений, на тот период поднять на довольно высокий уровень. И было очень много патентов, было очень много авторских изобретений, было защищено много диссертаций. Абдуллах интенсивно работал на перспективу. Живо ощущал потребности в тех или иных полимерных материалах, в которых нуждалась наша промышленность. Я был с определенными передовыми идеями, и энергией особенно, молодая энергия, которую хочет. Я, благодаря такой быстрой организации работы, у меня закипело в лабораториях. Вытяжные шкафы стали ставить небольшие приборы, покупать. А я защитил потом докторскую. Поехал отсюда опять в своем родном Менделейском институте. Правда, когда я приехал защищать докторскую, некоторые говорили, так мы же его вчера отправили кандидатом, но как это так он сразу? Потому что сами вот они так рано не защищали. 40-50 лет, некоторых 60 докторскую. А мне было 32 года. Да, Кабардино-Балкарский госуниверситет стал для Абдуллаха отличной стартовой площадкой в научных достижениях и в том, что имя молодого ученого стало одним из самых популярных имен в научном мире Республики, Северного Кавказа, России. Да и на международной арене о нем заговорили. Конечно, он знал об этом, был благодарен ставшим для него родным университету. Но нет-нет, а взгляд его уносился туда, в Менделеевский, в его Альма-Матер. Туда, где знания получил, где юность прошла и где встретил кореглазую по имени Нелли. Эта девушка в огромном московском вузе считалась самой красивой. Да оно так и было. Они и говорили хмельное вино ее глаз. Брови, два ласточкиных крыла, аркан ее черных коз. Молодой кабардиниц с дагестанскими корнями не пропустил свой правильный поворот. Когда он защитил диссертацию кандидатскую, и вскоре мы поженились и переехали потом. Он мне не дал учиться продолжать в Москве. Он говорит, переведешься, будешь уже в Нальчике. И вот я переехала в Нальчик. Я была благодарна судьбе. Родители его очень ко мне отнеслись по-доброму. Мама даже, я помню, подошла, хотя она плохо по-русски говорила, по плечу меня так погладила и говорила, хороще, хороще, кушать надо. Ну, мол, в смысле, что я худенькая была, да. Сама она это очень любила, таких дородных, красивых, вот как говорят женщины в теле. И поэтому замечательные у него и братья, замечательная сестра. И отец, это была очень такая дружная, трудолюбивая семья, которая учила меня кабардинскому языку. Мне повезло, что очень порядочный, честный такой человек рядом со мной. Когда-то Нелли грянула в его судьбе осенним громом. С тех пор они не теряют друг друга. Вот уже почти полвека. Они мечтали о счастье, как дети. Но оно пришло, это счастье согревая и рождая волшебную мелодию. В один из съемочных дней этого фильма в уютной московской квартире собралась дружная семья Микитаевых. Внуки окружили любимого деда, которого в силу его занятости видят нечасто. А самые маленькие, Даниэлочка и Маратик, надев национальные костюмы, демонстрировали их своим близким. За чаем делились последними новостями. Внуки рассказывали о своих успехах в учебе. Старший внук, сын дочери Мадины, Ильдар, пошел по стопам деда. Он студент химического факультета МГУ. Элина и Альберт пока одолевают школьную программу, но уже задумываются о выборе своей будущей профессии. Сын Абдуллаха Муслим недавно стал доктором химических наук. Он 35-й доктор, у которого был научным руководителем Абдуллах. Я безгранична благодарен и маме своей, и отцу за то детство, которое у меня было, и за ту любовь и заботу, которая о ней меня окружает по силу его в течение дня. Мы его очень любим, и он большой пример для наших детей, для своих внуков. И мы, естественно, стремимся к тому, чтобы он был счастлив. И мы чуть-чуть хотя бы на него похожи, мы стараемся все. Для нас самая большая награда будет, конечно, если кто-то из наших детей хотя бы близко приблизится к его успехам. Папа скромный, добрый, очень работоспособный. Вот этому я поражаюсь, как он все успевает. Умеет выстроить очень правильно свой день, свое рабочее время. Отдыхать умеет тоже отдыхать. Ко всему у него такой вот подход, что придраться не к чему. Он человек с большой буквы. Очень умный, образованный, очень всегда подскажет, всегда поможет. И человек всегда открыт для всех. Независимо от того, кто его помнит, не помнит. Всегда старается всем помогать. Где бы ни жил горец, покинув родное гнездо, он всегда возвращается на малую родину. «Прилетаю сюда», — говорит на полном серьезе Абдулах. «Здесь корни мои, моя скамья, моя река детства, мои цветочные поляны. Здесь витает аромат парного молока, полную кружку которого каждое утро подавала мне мама Пашхан. И запах горячего чурека, и первые учителя, и первая детская любовь к малкинской девочке с черными косичками. Такое разве забудешь? Домик Микитаевых в Малке. Это родное гнездо. Здесь живет большая дружная семья его племянника Султана. Для них очередной приезд Абдулаха всегда большой праздник. Здесь, на этом подворье, родился и вырос Абдулах. В этот дом зачастую собирается весь род Микитаевых, а это более ста человек. Абдулах очень трепетно относится к своим родственникам, постоянно опекает и всячески помогает им. Если все соберутся племянники, племянницы, то это получится 50-100 человек. Я очень горжусь своим братом Абдулахом. Его достижениями в науке всегда заботится о своих родственниках, о своих друзьях. Он отличный семьянин, у него отличная семья, дети хорошие, внуки. Я очень горжусь этим человеком. И на самом деле он поставил такой большой задел для всей нашей семьи, как мне кажется, что достичь, наверное, этого будет всем сложно, но хотя бы нам есть к чему стремиться. Поэтому я всегда, начиная с учебы в школе, мне было на кого равняться. И самая лучшая похвала для меня всегда была и эта гордость в его глазах. С первой минуты, как мы встретились с дядей Абдулахом, он произвел на меня неизгладимое впечатление, теплоты, добра, его огромного опыта в жизни. После всех его историй о том, как он начинал, с чего все начиналось, как он достиг всех своих вершин, которые у него сейчас есть, я не перестаю удивляться здоровью этому человеку, энергии этого человека, которая просто бьет ключом. Для нас это пример, пример трудолюбия, безграничной доброты, внимание к окружающим, к родным, к близким. Я рада, что у моего сына есть такой пример для подражания. Я горжусь тем, что у меня есть такой родственник, ибо достичь таких вершин способен не каждый человек, ведь для этого нужно иметь невероятное упорство, трудолюбие и силу. Вот эта встреча – дань родной земле, гнезду своему Малкинскому. Это случается почти каждый год и каждый раз праздник. Малкинская школа. Вновь сюда прибыли именитые гости. Вместе с Микитаевым приехали его ученики и соратники. Доктора химических наук Юсуф Малкандуев, Мухаммед Легидов, профессор Мексиканского национального университета, также уроженец Малки Мухаммед Клинкопачев. База, которая закладывается в школе, знания, которые приобретаются в школе, они очень облегчают дальнейшие движения в жизни, включая учебу в вузах, включая работу, потому что тот, который получил хорошую базу по основным предметам в школе, он легко осваивает более тяжелые знания, более глубокие знания. Абблах Казбулач действительно знаменитый ученый, во всем мире знает. Он не только как специалист в области материалов, в области химии, но очень важно сказать, что он великий человек, великий гуманист. Дело в том, что у Абблах Казбулач есть великий дар нести людям знания, добро и любовь. Спасибо. Спасибо. А это кабинет химии оборудован за счет личных средств ученого. Конечно, учащимся интересно пообщаться со своим именитым земляком. Кто знает, может быть, кто-то из них также выберет сложный и тернистый путь в науку. Какое-то время Аббуллаху показалось, что одной лишь научной деятельности для него уже недостаточно. Ну, не вмещался этот большой человек лишь в химические задачи, формулы, сложные опыты. Его потянуло в политику. Да разве же это плохо? Молодой и энергичный человек пожелал испытать себя на политическом поприще. И ведь получилось, да еще как. На рубеже конца 80-х, начала 90-х годов в современном обществе политическое и экономическое положение было, пожалуй, самым непредсказуемым, драматичным, а во многом и вовсе неожиданным. С кем, как и куда идти дальше? Время поставило этот вопрос перед каждым думающим членом общества. Трудный выбор. В такой обстановке Аббуллах принимает для себя непростое решение, оставаясь в системе науки и образования, посвятить себя и общественно-политической деятельности. Им двигало желание реализовать потенциал своих знаний жизни для улучшения ситуации в обществе. Выдвигает свою кандидатуру в народные депутаты Верховного Совета РСФСР. Его избирают. Его избрали депутатом тогда. Он, конечно, все это с таким энтузиастом воспринимал. Он так хотел, чтобы поднялась эта Россия, чтобы в республике хорошо, и все, чтобы у всех людей наконец какие-то добрые изменения были. Когда страна, буквально раздираемая противоречиями, начала распадаться, мы увидели, что он в этот период активно пошел в политику. А это его характер. Я думаю, он там тоже оставил свой определенный след благодаря той политической внутренней зрелости, способности выполнять определенные задачи и способности учиться и знать, что такое искусство руководителя. На дорогах его политической жизни Абдуллаху встречались разные люди. Но с Сергеем Александровичем Филатовым его роднит многое. Сергей Александрович Филатов с 1991 по 1993 год первый заместитель председателя Верховного Совета Российской Федерации. С 1993 по 1996 год руководитель администрации президента Российской Федерации. В прошлом инженер, кандидат технических наук. В настоящее время возглавляет Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. Председатель Союза писателей города Москвы. Абдуллаха Микитаева связывает с ним большая многолетняя дружба. Он сыграл довольно большую роль вообще в работе Верховного Совета, в становлении его. Была острейшая ситуация. Острейшая, потому что тогда был Совет Национальности, который считался Верхней Палатой, вообще говоря. Так вот. И нужны были люди, которые в этом деле что-то понимают, что-то могут посоветовать, что-то могут, так сказать, остановить вот этот такой напор, не очень вовремя, так сказать, который случился. И в этом плане, конечно, Абдуллах был абсолютно на месте. Когда он занял позицию по национальным вопросам, очень много делал для того, чтобы стабилизировать ситуацию, разрешить ее. Потому что был напор такой сильный, что съезду порой некуда было деваться. Вот принимали такие опрометчивые решения. Но, тем не менее, решения такие были приняты. А если бы не было противостояния таких депутатов и не было, так сказать, умственной атаки их для того, чтобы стабилизировать ситуацию, я думаю, было бы еще хуже все. Вот эта интеллигентность его, вот эта вдумчивость его, неторопливость, она вообще всегда играла очень положительную роль. И когда нужно было опереться на что-то, я иногда даже, злоупотребляя этим, просил его выступить, застабилизировать какую-то ситуацию. И в этом отношении Абдуллах, конечно, был очень сильным, очень нужным, очень важным депутатом. В период суверенизации субъектов Российской Федерации перед руководством России встали проблемы федерализма и гражданства, которые были в советские времена не так актуальны. А в то бурное время, когда происходили эти события, рушился не только союз нерушимый, ломались судьбы многих людей. Нужно было, по сути дела, все начинать с нуля. С разработки и принятия законодательных и нормативных актов по вопросам гражданства в новых условиях, практически в новой стране. Всем этим занимался Абдуллах Казбулатович на протяжении ряда лет, возглавляя комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации. Тот небольшой период, который я провел в политике, это было время очень быстрых изменений, время событий, таких, которые определили нынешний облик нашей страны. Завершив политическую карьеру, Абдуллах вернулся в науку. Да он ее, по сути, никогда и не покидал. А если оглянуться назад, то задаемся вопросом, сколько сделано? Да возможно ли такое совершить одному человеку? В Нальчике, например, в Кабашдино-Балкарском университете, благодаря усилиям Абдуллаха Микитаева, создана современная лаборатория прогрессивных полимеров, оборудованная приборами и установками, которым могут позавидовать многие московские институты. Мы освоили такие методы, которые позволяют нам точно определить, какие частицы на концах макромолекул, какая длина, какая развечивленность. Все это влияет, особенно сильно влияет на свойства термостойких полимеров. Мы освоили единственное сегодня среди лабораторий российских институтов и термостойких полимеров 3D-технологии. Программа задается, и вот это все сложные конфигурации с тонкими стенами формируются. Здесь есть определенный прогресс наша молодежь. Им интересно, когда они соприкасаются со всем новым. Каждый раз посещая свое детище, Микитаев живо интересуется успехами учеников, научных сотрудников и аспирантов. Его беспокоит буквально все, до мелочей, результаты опытов, экспериментов, причем он досконально знает, кто чем и на какой стадии занимается. Какие добавки здесь? Нано, микро или? Нет, здесь наноразмерные полупроводники добавлены. Какие? На основе селена в основном. Ага. И что, мерили хотя бы? Простой проводимости нету, а как полупроводники направленная проводимость у нас получается. И есть также наполненные сверхпроводниками. Сегодня возглавляет лабораторию его талантливая ученица, доктор химических наук Светлана Хаширова. Он из тех ученых, которые не просто что-то разрабатывают и оставляют это в своих статьях, мемуарах, лабораториях. Это из тех ученых, которые каждый результат стараются внедрить в производство и принести людям пользу. Я считаю его одним из самых ведущих ученых не только в нашей стране, но и во всем мире. Немного академиков даже могут с ним сравниться. Огромное количество книг, монографий он выпустил, которыми пользуются наши ребята. У него очень серьезная, сильная школа, которую он оставил, сделал. Он помогает всем республикам Сейна-Кавказа. Он создал диссертационный совет. Он, кстати, один из трех по всей России таких диссертационных советов, где могут защищаться как доктора, так и кандидаты, но по всем направлениям химии высокомолекулярных соединений. Роль Абдулла Казбулатовича в развитии научных исследований сейчас неоценима. Те исследования, которые были 15-20 лет назад, они дают знать о себе, потому что была подготовлена научная база, то есть квалификация наших докторов наук в общем-то существенная, и я думаю, что на Северном Кавказе такого нет. Ну и второе, это материальная база, которую мы подготовили на данный момент, дает возможность сейчас участвовать в конкурсах и получать огромные гранты. На данный момент 80% научных исследований проводятся под руководством наших химиков, и, естественно, лидер здесь Абдулла Казбулатович. Школа профессора Микитаева насчитывает сейчас более 120 кандидатов наук, эта школа подготовила, и 35 докторов химических наук. Работа с другими структурами Российской Федерации, которые заинтересованы в положительном результате этих исследований, это все нужно относить к таланту, к работоспособности, к профессионализму Абдулла Казбулатовича, и мы надеемся, что есть еще у нас большие возможности для того, чтобы развивать наше сотрудничество. Тот опыт, квалификация, которые сегодня те лучшие практики, которые в области исследований сегодня имеются в Кабардино-Балкарском университете, это зижится именно на его работе, на работе его учеников, и сегодня в этой работе принимают не только высококвалифицированные специалисты этой школы, принимают и студенты, которые получают необходимые знания, необходимую практику, и мы надеемся, что они и в дальнейшем будут развивать все, что в этом направлении имеется сегодня в Кабардино-Балкарском государственном университете. Научная школа Абдулла Хамикитаева широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Московским научно-исследовательским физико-химическим институтом имени Карпова, который сегодня относится к государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом», руководят его ученики и последователи, наши земляки. А начинали сотрудничество в 2006 году с бывшим директором института, доктором технических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Николаем Артамоновым. В 2005 году в наш коллектив влился известный теперь и наменитый наш Абдуллах Казбулатич Никитаев. Он пришел со своей школой, уже опытным и созревшим ученым. Здесь сразу основал лабораторию и тут же продолжили они работы по созданию новых композиционных материалов с упором на особенности кабельной промышленности, то есть по их запросам по диэлектрической проницаемости покрытий кабелей. Я с ним вместе принимал участие в различных международных выставках. Мы были на выставках в Париже и в Брусселе и в Нюрнберге и в Женеве. Везде разработки Абдуллах Казбулатича высоко оценивались, потому что они соответствовали самому высокому международному уровню. После того, как Абдуллах Казбулатич перешел и покинул наш институт, то его школа сохранилась в этом институте, остались преемники и последователи его этих направлений, которые продолжают до сих пор эту работу, но, естественно, не прерывая сотрудничество с ним в этой области и они успешно конкурируют со многими и зарубежными фермами, которые занимаются в области полимерных композиционных материалов. Абдуллах Казбулатович вот по своей природе человек, который всегда на пике, на гребне научной мысли находится и в те времена нано-композитные материалы, вообще нано-технологии это было еще совершенно что-то новое и неизведанное и мы одни из первых в России под его руководством начали разрабатывать нано-композитные полимерные материалы, особенностью которых было именно то, что мы их получали в процессе синтеза, что довольно-таки по тем временам было новое и неизведанное. касательно того, что я перенял у него, что было полезно для меня как для будущего научного сотрудника, как для будущего руководителя, это то, что умение работать с коллективом, умение достигать поставленных целей, умение нас всегда удивляло то, что мы все такие разные, нас так много, но все работает как единый механизм и он умеет найти ту самую удачную или самую сильную граню сотрудника и их сплести в такой клубок, что ли, в такой механизм, повернув этой самой сильной гранью к обществу, чтобы оно давало наибольший максимальный результат. Есть в Москве знаковые места для Абдуллаха Микитаева. Это Менделеевский институт, который он считает второй родиной, давший ему путь в большую науку. Библиотека имени Ленина, в которой он зачастую днями и ночами изучал труды выдающихся химиков. Кремль, где он работал председателем комиссии по вопросам гражданского общества при президенте Российской Федерации. Белый дом, куда он, не задумываясь, пришел его защищать в те памятные дни 19-22 августа 1991 года. Сегодня крупный ученый, талантливый педагог, общественный деятель Абдуллах Казбулатович Микитаев, как и всегда, в постоянном и целеустремленном научном поиске, который не имеет конца, ибо каждое новое открытие лишь очередной шаг к следующему. И так бесконечно, как и сама жизнь. Завидная судьба Абдуллаха Микитаева яркий пример для молодежи. Он состоялся как человек, ученый, педагог, политик. За эту нелегкую и очень полезную людям жизнь Абдуллах Казбулатович достоин многих высоких наград. Ордена знака почета, ордена дружбы народов, высокой награды Бельгии грант-офицер, многих общественных орденов и медалей. Он искренне говорит словами великого Расула Гамзатова «Кабардино-Балкария, я свои ордена и медали на вершины твои положу». А еще Абдуллах Казбулатович Микитаев заслуженный деятель науки Российской Федерации, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании, Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, Республики Адыгея, Федерации. Моя формула успеха, я считаю, это воспитание в семье Тома в школе, определенный дар данной природой. И вот, как я говорил, максимальный процент я вот до 90-го это труд. Труд, правда, для меня он был творческий всегда. И я от этого труда не уставал, понимаете. Я с удовольствием сидел в библиотеке Ленина вот в студенческие годы до позднего вечера, пока библиотека не закроется. Сидел в залах, где профессора, кандидаты наук занимаются, брал специальные пропуска, изучал справочники. То есть я не принимал все на веру, вот то, что просто в книге прочитали или на лекции. Я всегда старался через себя это переварить и самому доказать себе, что это действительно так. Поэтому труд, упорство, плюс вот данной природой, конечно, и воспитание родителей, общества, где находишься, школы, все это ну как мне благоприятствовало моей жизнью пути. Я считаю, что мне и везло еще в жизни, кроме тех основных факторов, которые для всех общих мне везло, я в нужное время выбирал направление правильное. Поэтому еще раз могу сказать, что я благодарен и малой, и большой родине. Я горжусь ими, я счастлив. Вот, пожалуй, и все. Заканчивается наш кинорассказ об Абдуллаке Микитае. Это даже не рассказ, а прикосновение. Облака плывут над цветущими яблонями. Земля звенит голосами людей и птиц. Люди, люди. И в этой человеческой веренице возможно кто-то узнает его, Абдуллаха. Да, известный ученый, узнаваемый во всем мире химик, но еще и это, пожалуй, самое главное человек хороший, очень хороший. Вот он идет по земле, неся добро и свет людям. Счастливого пути, светлой дороги тебе, замечательный человек. Абдуллах Микитаев. ao інь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Моё знакомство с этой страной началось задолго до того, как я попал туда в качестве переводчика арабского языка. Где-то в середине 80-х я работал переводчиком в ливийской арабской джамахирии. Встречал советских специалистов, которые прибыли в Триполи крепить обраноспособность армии Муамара Каддафи. Сделав свою работу, то есть собрав паспорта, посадив ребят на автобус и отправив его в гостиницу, я вернулся в зал выпить чашечку кофе. И вдруг заметил, что на выходе из московского рейса стоит девушка. Девушка явно русская, русоволосая, с ребенком на руках. В глазах у нее застыли слезы. Я подошел к ней и спросил, в чем дело. Оказалось, что ее муж, палестинец, за которого она вышла замуж в Москве, пригласил ее в Ливию, где он работал в настоящее время по контракту, и не приехал ее встречать. Мобильных телефонов тогда не было. День был выходной, пятница. Поэтому ситуация складывалась безвыходно. Единственное, что я ей мог предложить, это довезти ее на машине до советского консульства, где бы о ней позаботились. В этот момент к нам подошла девочка, маленькая арабская девочка лет 5-6, и протянула кулачок нашей гости. В кулачке были зажаты деньги, ливийские динары. Надо сказать, на тот момент один ливийский динар равнялся 3 долларам. То есть девочка протянула где-то около сотни долларов. Естественно, я удивился и спросил ее, а откуда эти деньги? Она показала мне в глубину зала, где старательно смотрел в сторону какой-то господин. Я подошел к нему, ассалам алейкум, представился и спросил, а в чем, собственно говоря, дело? Ответ этого человека меня потряс. Потряс своей простотой, логичностью и тем, что, в общем-то, он очень редко приходит в голову нам, обычным людям, которые часто проходят мимо чужих слез, мимо каких-то бед, аварий, проезжаем на своих авто. Он сказал, я увидел девушку, приехал, ее никто не встретил. Она в чужой стране, ей нужна помощь. Эта небольшая сумма ей не помешает. Но я мужчина, я не мог подойти сам. Это могло быть истолкованно неправильно. Вот я и послал свою дочку. Вот вы знаете, этот ответ до сих пор ассоциируется именно с Сирией. Почему? Потому что этот человек был сирийским инженером, который работал по контракту в ливийской арабской джамахерии. Надо сказать, Каддафи неплохо платил наемным работникам, но не настолько неплохо, чтобы по моей логике разбрасываться десятками долларов. Видимо, логика у этого сирийского инженера была совсем другая. Другой случай произошел уже в самой Сирии. Мы гуляли с друзьями по Дамаску и зашли в католический собор. Зашли на музыку, оттуда доносились звуки органа. Прекрасная музыка, мы сидим на отполированных скамьях, каждый думает о своем. И вдруг один из нас сказал, ребят, послушайте, а это ведь Евгений Дога, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Меня это настолько поразило, что я не удержался, встал, подошел к органисту. Он, узнав во мне русского, заговорил на русском языке. Представил себя Самир, выпускник Московской консерватории. И он на мой вопрос о странном репертуаре он ответил. И его ответ тоже запомнился мне надолго, на всю жизнь. Кто сказал, что в церкви надо играть только Баха или Генделя? Если музыка возвышает душу, здесь есть самое место. Еще одна история, которая очень хорошо показывает душу этих людей, сирийцев. Сирийцев, в которых сошлись цивилизации. Многие, многие цивилизации. Начиная от шумеров, хетов, финикийцев. Далее шли греки, римляне, арабы, арабских халифат. Сирия даже была частью Великой Армении. Турецкая Османская империя. И затем Пятая Республика Французская. Вот все эти цивилизации, они оставили след на характере, на менталитете сирийца. Но вернемся к историям. Мои друзья повезли меня как-то в пригород Дамаска, где жил, по их словам, алхимик. И не простой алхимик, а человек, который нашел философский камень. Камень, который, как известно, превращает любую материю в золото. Домик алхимика совершенно не напоминал дворец. Обычный скромный домик, но лаборатория была без вопросов. Разноцветные жидкости, колбы подогревались на спиртовках, сверкали какие-то странные инструменты. Пожилой алхимик вывел меня во двор, и мы с ним побеседовали немного. Я терпеливо слушал его разговор и все пытался наводящими вопросами вывести его на то, что меня интересовало, на успехи сирийской алхимии. Старик, оценив мою деликатность, ответил мне. Он сказал, ты знаешь, друг мой, чудеса на этом свете на самом деле случаются. Но те, кому подвластны эти чудеса, общение с иными мирами, левитация, превращение одной материи в другую, используют их только для целей познания и никогда для каких-то материальных целей. Те, кто показывает вам чудеса, демонстрируют их, это фокусники. У них может быть разная степень умения, но это фокусники. Это не чудо. Вот после этих слов просить его наколдовать мне немножко золота было, согласитесь, неловко. Ну а теперь давайте посмотрим то небольшое видео, которое я собрал с самых разных источников, начиная со своих собственных старых видеозаписей и то, что удалось найти в интернете. Давайте вспомним эту страну, страну, которая была тысячелетия назад. И я уверен, многие страны могут исчезнуть с географической, с политической карты мира. Сирия останется. Почему? Я попытался на это дать ответ в этом фильме. Спасибо. Сирия. Арабская страна, разрушающая сам стереотип арабской страны. Памятники древних цивилизаций, шумеров, хетов, финикийцев и живописное в цветах и зелени Средиземноморское побережье. Безмолвное, кажущаяся на первый взгляд, безжизненная сирийская пустыня и плодородные равнины. А над ними поросшие лесами горные склоны, где в зеленых ущельях журчат хрустальные форелевые ручьи. А неподалеку – поселение бедуинов-кочевников. И тут же большие города, в которых тысячелетия за тысячелетиями живут непохожие на прочих арабов люди – сирийцы. Давайте для начала совершим прогулку в прошлое. Пройдемся по Дамаску 90-х, поездим по стране, посмотрим малую, совсем малую часть исторического наследия Сирии. Рынок Аль-Хамидия здесь круглосуточно кипит жизнь. Один из самых характерных его уголков – Суколь-Бзурия или рынок специй. Спустя много лет именно запахи, ароматы кунжута, кардамона, затора лучше всего воскрешают память о времени, проведенном в Сирии. Субтитры создавал DimaTorzok Колонны римского храма Юпитера напоминают о том, с чего начиналась главная мечеть Сирии – мечеть Амиядов. Мечети мирно соседствуют гробницы султана Салахадина и часовня с главой Иоанна Крестителя. А по преданию, на один из миноретов этой мечети сойдет в судный день Масех или Иисус. После полета сирийского космонавта Россия передала Сирии небольшой сувенир – спускаемую капсулу космического корабля «Союз». Поскольку музея космонавтики в Дамаске отравясь не бывало, просто напрашивалось, что самое место ей в историческом музее, рядом с первыми в истории человечества табличками с угорицким алфавитом и артефактами времен Александра Македонского. Но у сирийцев своя логика. Капсула-то прилетела с неба, а небо известно чье ведомство. И капсула благополучно приземлилась во внутреннем дворике Дамасской мечети. Так и я. В Дамаске немало мест, где с одной стороны улицы слышен азан, а с другой – соборный колоколь. Субтитры создавал DimaTorzok Пройдемся по центру Дамаска. Один из символов старого города – характерный ресторан исторической гостиницы «Шампалас». Еще один символ Дамаска – человек-кофейня. Его призыв выпить чашечку кофе «Агвэ-агвэ» можно услышать в любом квартале города. Площадь независимости, авеню «Багдад» – прямая улица, по которой в Дамаск пришел апостол Павел. Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, городской рынок. Дамаск далеко от моря, но выбор свежих со льда морепродуктов огромен. Особое место в быту горожан занимает бани – хамам. Как некогда древние римляне, жители и гости Дамаска отдыхают здесь душой и телом, обсуждают насущные философские проблемы, строят планы на будущее. Подобно римским термам, хамам делится на прохладный, теплый и горячий сектор. А сервис хамамщиков высоко поднимает вашу самооценку. Едем на самую высокую точку города – со смотровых площадок горы Касьюн, Дамаск, как на ладони. Прощаемся с древнейшей столицей мира и совершаем небольшую экскурсию по Сирии. Император Юстиниан, охотясь в VI веке за Серной в степях близ Дамаска, увидел на одном из холмов превращение быстроногой дичи в Деву Марию, которая велела ему построить в этих местах монастырь. В наши дни – женский монастырь Сейднайской Божьей Матери, место паломничества со всего мира. Широко известно, что здесь хранится мироточивая икона Богоматери, написанная самим евангелистом Лукой. Маленький сирийский городок Маалюля известен в первую очередь тем, что его жители общаются на исчезнувшем во всем остальном мире языке Иисуса Христа – арамейском. На скале, нависающей над Маалюлей, стоит монастырь IV века, носящий имена Сергия и Лакха – двух римских солдат, принявших мученическую смерть, но не отрекшихся от христианства. Мраморный алтарь монастыря уникален. Он переделан из языческого жертвенника, и на нем сохранились желоба для стока крови. Настоятель монастыря, отец Михаил, часто повторял, что у Сирии и России одна судьба, ведь на арабском названия этих стран звучат почти одинаково – Суурия и Русия. К женскому монастырю, основанному Святой Теклой Маалюле, ведет узкий проход в скалах. По легенде, дочь знатного римлянина, приняв христианство, спасалась от римских солдат, и пред ней расступились скалы. Римляне отстали, а в монастырь до сих пор едут за исцелением со всего мира. К северо-западу от Алепа находятся руины базилики, построенные в V веке в честь Симеона Столпника. Сегодня лишь камень, высотой в человеческий рост, напоминает о 16-метровом столпе, на котором святой Симеон беспрерывно провел 37 лет своей жизни, спасая свою душу и, укрываясь от палящего зноя и леденящего ветра, лишь ветхим плащом. К северу от Дамаска в горах есть необычный монастырь Мармуса-аль-Хабаши. По преданию основал его абиссинский принц Муса или Моисей, принявший христианство и ставший отшельником сирийской пустыни. Уникальное место, где под одной крышей молятся и христиане, и мусульмане. Более того, здесь с удовольствием дают кровь и пищу любому страннику или даже просто любознательному туристу, не требуя денег. Достаточно помочь монахам в обустройстве их быта, подремонтировать что-то, хотя бы приготовить самому себе еду. Но в самом деле, если Бог един, стоит ли ожесточенно делиться по способу общения с Ним? По Сирии пролегали маршруты всех крестовых походов. Памятником им стоит на пути из Хомса в Тартус самый восхитительный замок в мире, как его назвал Лоуренс Аравийский. Замок рыцарей-госпитальеров, крак де шевалье. Неприступная твердыня как бы парит в небесах, возвышаясь над окружающей равниной, а в скале, на которой стоит крепость, вырублены огромные склады вооружения и продовольствия, позволявшие выдерживать многомесячные осады. Замок крак де шевалье не сдался даже великому полководцу-мусульман, главному сопернику крестоносцев Салахаддину. Имя этого героя, султана Египта и Сирии, носит другой сирийский замок, взятый им штурмом в XII веке. Гордый силуэт замка Салахаддина неожиданно открывается путешественнику среди зеленых степей в 30 километрах от Латакии. Он полуразрушен, но величие его крепостных стен поражает воображение и сегодня. Говоря о замках Сирии, нельзя не вспомнить и самый большой из них, а, пожалуй, и во всем мире – цитадель Алеппо. До начала военных действий здесь, под патронажем ЮНЕСКО, велись активные реставрационные работы. Это настоящий город. Город в городе, с улицами, рынками, потайными ходами. В сердце сирийской пустыни находится оазис Тадмор. Название ему дали густые заросли финиковых пальм. Он скрывает настоящее чудо света – древнюю Пальмиру. Город, который соперничал с Римом, сегодня лежит в развалинах. Но как прекрасны эти руины, как много они могут рассказать прикоснувшимся к ним. В конце этого совсем небольшого обзора хочется выразить надежду, что Сирия, как Феникс, возродится из пламени гражданской войны, как уже случалось не раз в ее богатой на трагические и великие события истории. Наш эфир завершен. Берегите себя. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова